всем привет долгожданный обзор сегодня у нас вот такая традиционная черная коробочка от кизляр supreme коробка большая собственно как и нож который здесь находится давайте посмотрим кизляр supreme модель крок сталь аус 8 св2 я не знаю что такое сатин на клинке black в общем на рукоятка черная green кама моли это ножны во прочитал в общем я в английском не силен то что мог то рассказал что не здесь шифруть коробка большущая красивая черная страшно нож крок можно это полиэтиленочка селекона гель не знаю чего здесь ну в общем если здесь присмотреться то там будет написано про пожизненную гарантию компания кизляр supreme ну как на двух языках не совсем интересно поэтому коробка подкладываем сторонку собственно я к ножу компанией кизляр supreme нож позиционируется как военный экстремальный для каждодневного применения солдатами регулярной армии в том числе нож позиционируется как боевой способный выполнять крайне экстремальные задачи по работе в том числе и по живой силе противника то есть ну чего века таить нож для того чтобы резать глотки и вспарывать брюхи брюха брюхи вот собственно говоря из этого назначение строится вся концепция построения этого ножа ну давайте начнем сначала начнем с ножен здесь у нас пластиковые ножны которые одеты в чехол из материала напоминающего кордура может кордура может нейлон я не знаю чего это здесь у нас стропы моли вот три штучки здесь у нас моли на велкро плюс плюс кнопка здесь также здесь у нас шлейка для прошнуровки моли вот она же здесь здесь у нас вот такая вот шнуровка для того чтобы дополнительно крепить ножны к чему-либо например к разруске кремлюк или к рюкзаку здесь немножко это не паракорта обычный капроновый шнур и здесь у нас вот такая вот утяжка дополнительно нож в ножнах крепится вот такой вот шлейкой на рукоятке я не знаю здесь велкро наверное она изнутри вот здесь вот на велкро и обычная кнопка смотрим как нож вообще без вариантов железно то есть как бы его не трусили не тряхли он все равно останется в ножнах нож крепится в ножнах сидит нормально отлично то есть так скажем по-боевому это дополнительно позволяет крепить нож как вертикальном положении допустим на рюкзаке на рюкзаке в горизонтальном положении перевернутом положении в общем как угодно сидит очень надежно ну давайте теперь перейдем непосредственно к ножу защёлочка кнопка вернее и нож из ножа вот здесь вот такой вот защёлк на ножнах насечка для упора для пальцев для его быстрого измечения даже если мы берем эту защёлку нож в ножнах сидит очень плотно понимаю понимаем смотрим вот он вот крок house 8 обещанная крок house 8 стил она плохо будет видно но в общем это здесь есть с другой стороны кизляр supreme и эмблема компании рукоятка у нас материал резина и ластрон я не знаю как они его называют но это что такое очень мягкая и очень цепкая за руку за перчатку он уцепляется вообще как флютой на рукоятке очень хороший материал full tank как мы видим то есть нож и детали которая сплать спрятана под накладкой рукоятки представляет одну деталь пожалуйста кстати эта рукоятка эта конструкция рукоятки и форма на накладок применяется на нескольких ножах от компании кизляр supreme в том числе на модели крок здесь у нас на рукоятки темлячные отверстия пройдет а вот это вот с позволения сказать изделие темляк ой ну я не виноват я ничего ему не делал его не распутал в общем это распущенная распущенный паракорд который просто завязан там каким-то там красивым узлом я не знаю зачем они это сделали но в результате мы имеем то что бусина зеленая право слова это ни о чем мы это сразу снимем тем более она сама взял и распустилась так это надо не пригодится больше здесь у нас темлячное отверстие сюда можно продеть паракорд диаметр отверстия по моему миллиметров 6 ну то есть такое нормальное отверстие теперь по клинку здесь у нас вот такой вот притынчик ну который выполняет в том числе функции гарда здесь вот странного вида тупьё зачем оно нужно я не знаю но она здесь есть то есть для пальца здесь явно мало для каких-то других функций я не знаю это может быть было бы похоже на стропорез но здесь стропореза нет здесь реально тупьё может какие-то другие задачи производитель вкладывал вот этого дела я не знаю значит давайте сразу немножко измерим штангенциркуля длина всего лезвия у нас будет составлять ну что-то около 150 миллиметров при этом режущая кромка ну где-то миллиметров на 5 до на сантиметр меньше чем длина всего лезвия по ширине по ширине здесь у нас получается 31 миллиметр по толщине в обухе ну вот как хотите хотите но здесь получается четыре с миллиметра я не знаю кто где когда говорил и заявляли у этого ножа 6 миллиметров в обухе по моему здесь их нет четыре с половиной реальных миллиметра есть спуски где-то в этой части от 2 3 клинка ближе к кончику спуски начинаются прямо от обуха с вот это вот место с вот этого места толщина в обухе начинает снижаться то есть кончик по сути начинается вот отсюда кончик очень мощный и вследствие вот это вот конструкции ножа я думаю что этот нож будет нехилым таким приятельником и обладать не слабой проникающей пробивной способности вот благодаря вот этому очень мощному кончику вот отсюда начинается собственно сужение на кончик до этого момента обух идет на всю ширину носит немножко ножа приподнят здесь спущен здесь приподнят то есть в результате мы получаем такое дело что кончик выходит где-то на середину рукоятки хотя при этом здесь у нас образовывается спуск спуски и подводы кромочки режущей вогнутые для чего это сделано ну вероятно из ножа который имеет такую очень скажем так приятельную конструкцию хотели сделать что-то подобие еще и резачка то есть помимо того что он должен не слабо проникать цель он как бы предполагается производителем будет тут еще чего-то и резать как будет резать не знаю заточка заводская кстати ну как хотите но может я не знаю это трабл конкретного экземпляра или все линейки или производитель специально этого делать но реально если мы просто пытаемся чего-то разрезать реально тупые требующие заточки ну вот такой вот нож армейского назначения кизляр суприм модель рокаус 8 на клинке давайте сейчас него немножечко потестируем шина давайте посмотрим как он будет резать шину резина зимняя поэтому мягкая ух ты изумительный рез это притом что он тупой отлично режет я реально удивлю полстенная резина идет на ура вполне возможно что производитель специально предусмотрел именно вот такой вот грубое топорное сведение ножа для того чтобы сложным работам нож как бы справлялся пожалуйста без проблем ничего себе а поперек получится попробуем ну а металлический корт режется хуже но тем не менее тем не менее попробуем проткнуть сбоку без проблем и уже не режет ну да нож прошелся немножко металлическому корду уже просто пилит но проникает нормально досочка шевелина не толстая здесь сантиметров 15-17 отлично скалывает отлично даже при том что значительно затупили режущую кромку он нормально ее рубит рубит ладно ближе край еще ближе шевелину раскалывает смотрим сюда вот пожалуйста кончик загнулся ну собственно аус 8 ребят чего стоило ожидать но тем не менее досточка то не толстая досточка очень тоненькая хотя расколото чуть-чуть пожалуйста нож раскалывает без темляка абсолютно с темляком было бы гораздо удобней направляется справляется справляется его немножко довести до ума сделать какую-нибудь заточку получше для того чтобы резал Ну, хотя с другой стороны, рубящие свойства ножа, конечно, будут похуже. Случайно нашлись очки, которые были, наверное, несколько месяцев назад на тесте. Вот мы к встрече стреляли дробью номер 4 с ружья. Вот. Одна линза выпала, вот вторая. Давайте попробуем. Как справиться с поликарбонатом ножа. Справляется, пробивает. Пожалуйста. Причем кончик в отличном состоянии, нет ни скола, ни замина. Кроме того загиба, который получен просто в шелевке. Еще разок. Без проблем. Поликарбонат. Деревец абсолютно без проблем. Следующий из всех тестов, которые проходили ножи, это эмалированное ведро. Это не дверь автомобиля и даже не капот. Это конкретная ядреная эмалированная сталюка советская. Ну, ведро немножко проржавело, поэтому я надеюсь, это дно будет прошиваться. Запросто. Вот здесь вот сталь немножко получше. Вот здесь вот. Здесь больше ржавчины. Без проблем. Смотрим. Да. Немножко кончик подкрошился, но тем не менее еще работает. Ну, давайте попробуем теперь в бочину ведро засадить. Усложняем скользкая поверхность. Хорошая сталь. Пробуем. Без проблем. Без проблем. Без проблем. Эмаль подскакила. Все ведро в дырках. Пожалуйста. Смотрим на нож. Значит, что мы здесь видим? Небольшая выкрашена на режущей кромке, на самом-самом кончике. Чуть-чуть буквально. А так кончик цел. Ну, понятно, что вот здесь вот на изгибе режущая кромка пострадала больше всего. Но тем не менее кончик цел. Хотя, немножко и загнут. Вот ведро пострадало очень сильно. Пожалуйста. Еще раз повторюсь, с учетом с того, что здесь очень толстая такая сталь. Это гораздо толще, чем сталь, которая используется на современных автомобилях. Но тем не менее, отличный результат. В общем-то, с ножом все ясно. Действительно, очень неплохая проникающая способность. Единственное, что меня реально смущает, этот вот загнутый носик на тоненькой шилевочке. Тоненькой деревяшке. АУС-8, в принципе. Давайте попробуем легонько, как это возможно, нежно поковырять брус. Такой брус основой. Посмотрим, как этот кончик себя дальше покажет. Что-то страшно. Может, я и правда дал ему какие-то непомерные нагрузки. Ой! Ой! Пожалуйста. При минимальном ковырянии, то есть, буквально чуть-чуть загнал. Ну, сколько здесь? Ну, может, 7 миллиметров. И все, кончик ушел. Обидно. Обидно. В целом, очень неплохой нож. Очень достойный нож такой. Хороший нож. Действительно, пыряльник. Действительно, с уникальной... Ну, может быть, не уникальной, но очень хорошей проникающей способностью. Но, вот, на изгиб мы имеем, видите, что... Ну, его реально сломали. Кизляр Суприм. Нож. Крок. Аус 8 на клинке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...